Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия Маркс, Энгельс и Ленин о диалектике Гегеля. Ведет занятие кандидат технических наук Юрков Кирилл Валерьевич. Пожалуйста. Также напоминаю, что вопросы в письменной форме и за это выступление в этой листочке, пожалуйста, можете брать. Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас лекция, посвященная диалектике и, вообще говоря, диалектическому методу. И для того, чтобы напомнить вам о том, что мы здесь обсуждаем, надо вспомнить, что такое диалектика и чем она отличается от других разделов, от других тех логик, которые существуют. Напоминаю вам, что диалектика – это раздел философии, во-первых. Такой раздел, который изучает наиболее общие законы мышления. То есть наиболее общие законы развития мышления. Если вообще философия вся, как наука, как система знаний, изучает наиболее общие законы природы, общества и мышления, то диалектика – это часть философии. Раздел философии, можно сказать. Впервые диалектика в систематическом виде появляется в работе Бельгельма Фридриха Георга Гегеля в «Науке логики». И перед тем, как перейти, собственно говоря, к тому, какой вклад был сделан Гегелем в развитие науки логики, и как этот вклад оценивался Марксом, Энгельсом, Ленином, и вообще должен оцениваться сегодняшними марксистами, ленинцами по-хорошему, я скажу пару слов, собственно говоря, о том, о чем же диалектическая логика отличается от логики аристотелевской, от обычной формальной логики, которую, я надеюсь, все мы знаем из курса школьного или институтского. Значит, вот в диалектике формальная логика, она, основной ее такой, один из ключевых законов формальной логики, говорит о том, что либо А, либо не А, а третьего не дано. То есть, так называемый, речь идет о так называемом законе исключенного третьего. Так вот, в диалектике этот закон не действует. Диалектика изучает живые категории, категории движения, категории развития, категории изменения, и к этим категориям уже вот такой подход и закон исключенного третьего для них не действует. Но внутри диалектики все переходы, все переходы от одной категории, от абстрактных категорий к конкретным категориям, да и вообще любой переход между категориями, соответствуют логике аристотелевской, обычной логики, которую мы все знаем. Итак, вот диалектика появилась, как я сказал, в работе Гегеля наук и логики, и то движение, которое мы видим в этой работе, это движение от абстрактного к конкретному, то есть идет развитие категории, берется самая простая категория, категория чистого бытия, и она дальше развивается, появляются конкретные категории, то есть категории, содержащие в себе противоречия, то, собственно говоря, что мы можем увидеть вокруг себя, в материи, вся материя противоречива, и вот эти категории, развитие этих категорий дается в науке логики. И, соответственно, вот это движение, не система категорий как таковая, а вот это движение, вот это выведение одних категорий из других, более простых категорий, к более сложным, и заключает в себе тот метод, который называется диалектическим. Если говорить по той форме, как родился вот этот диалектический метод, и как диалектика родилась, вообще говоря, Гегель был объективным идеалистом, то есть его понимание мира было такое, ну, как бы удвоение обычное для идеалистов, есть некая идея, которая вот реализовала себя в материи, материя познала саму себя и вернулась как бы тем самым к вот этой абсолютной идее. И, поскольку Гегель стоит на идеалистических позициях, он, собственно говоря, свою систему категорий, свою диалектику применить к жизни, к познанию действительной материи общества как высшей формы этой материи он не смог. Скажем, если мы будем говорить о его труде «Философия права», то единственное, что там Гегель смог вывести, это то, что прусское государство является венцом развития, собственно говоря, общества. Ну, этот вывод, очевидно, абсурден, но если мы стоим на позиции объективного идеализма, то, собственно говоря, никаких других выводов из диалектической логики сделать невозможно. С другой стороны, если мы возьмем диалектику как систему категории движения между ними и посмотрим на нее не с точки зрения идеализма, а с точки зрения материализма, то, в принципе, ничего идеалистического в самом движении между этими категориями и нет. То есть, начинается диалектика с категории чистого бытия. Ну, вот можно понимать, что чистая бытия – это просто есть. Материя есть. Ну, вот. Значит, соответственно, вполне себе эта система категорий может быть истолкована материалистически и применена к движению материи. А что здесь происходит? Происходит следующее. Сначала имеется материя, ее движение. Это движение отражается у нас в голове. Мы познаем материю. И это движение, которое отразилось у нас в голове, принимает форму движения вот этих самых категорий диалектики. Ну, и вот такое движение. Собственно говоря, мы познаем не просто абстрактные категории, которые есть в выражении абсолютной идеи, а мы познаем таким образом материю. Если вот к этому мы так подходим и так смотрим на вещи, то мы приходим к материалистической трактовке и к материалистическому пониманию диалектики. Ну вот, это то, что, пожалуй, я хотел сказать о диалектике как таковой вкратце. Теперь давайте разберемся, собственно говоря, с вопросом о том, как к диалектике, к гегелевской диалектике, к науке логики относились классики марксизма, Маркс, Энгельс и Ленин. Что они про нее думали, что они писали про нее и как вообще воспринимали фигуру Гегеля. И надо сказать, что изначально Маркс и Энгельс являются младогегельянцами в своем начале научного пути. Потом они по меткому выражению Энгельса переворачивают Гегеля с ног на голову. На самом деле они как бы сами переворачиваются, становятся материалистами. Но при этом является, что вот Маркс, скажем, давайте возьмем Маркса и разберем, что он в тот момент, когда он уже стал материалистом, что он говорит о Гегеле и вот о той системе диалектической логики, которую Гегель разработал. Ну вот можно взять, скажем так, такие выражения Маркса в «Капитале» во втором томе, в Снорске. Маркс пишет. «Мое отношение к диалектике Гегеля очень просто. Гегель – мой учитель. И болтовня умничающих эпигонов, полагающих, что они покончили с этим выдающимся мыслителем, мне просто смешна. Однако я позволил себе отнестись к моему учителю критически, снять с его диалектики покров мистицизма и тем самым существенно изменить ее». О чем здесь идет речь? То есть Маркс, как всякий действительно ученый, он не выращивает что-то рядом с деревом науки, который имеется к данный момент. Он подходит с критикой и Гегеля в том числе и говорит о том, что он относится критически, но происходит таким образом, ну вот здесь можно использовать категорию снятия, то есть отрицание Гегеля, но с удержанием. А вот что удерживает Маркс от Гегеля, вот давайте разберемся. В частности, нас будет интересовать, а какой, собственно говоря, метод Маркс использует в своих исследованиях. Вот он пишет в критике Ланге следующие слова. То, что тот же самый Ланге говорит о Гегелевском методе и о моем применении этого метода, является поистине детским лепетом. Во-первых, он ничего не понимает в Гегелевском методе. И поэтому, во-вторых, имеет гораздо меньше представления о моем критическом способе его применения. В одном отношении он напоминает мне Моисея Мендельсона. Этот прототип неудержимого бутуна писал Леснингу, как это могло вам прийти в голову принимать всерьез эту мертвую собаку Спинозу. Точно так же господин Ланге удивляется тому, что Энгельс, я и другие принимают всерьез мертвую собаку Гегеля, после того, как Бюхнер, Ланге, доктор Дьюринг, Фехнер и так далее давно сошлись на том, что они его беднягу похоронили. Ланге принаивно говорит, что в эмпирическом материале я двигаюсь на редкость свободно. Ему и в голову не приходит, что это свободное движение в материале есть не что иное, как парафраз определенного метода изучения материала. Именно диалектического метода. То есть Маркс прямо указывает на то, что диалектический метод он у Гегеля берет, но применяет его материалистически. Каким образом он применяет этот метод материалистически? Значит, ну давайте вспомним, для того, чтобы нам говорить о методе, нам нужно вспомнить, что такое, что есть метод. И надо сказать, что здесь в Маркс с Гегелем абсолютно солидарен метод есть осознание формы внутреннего самодвижения содержания изучаемого предмета. То есть есть некое самодвижение изучаемого предмета, которое мы пытаемся познать. Это самодвижение происходит благодаря наличию противоречий в изучаемом предмете и благодаря разрешению этих противоречий. Вот, собственно говоря, благодаря этому и происходит движение, самодвижение в изучаемом предмете. Маркс, конкретно Маркс, изучаемым предметом берет капиталистический способ производства. И первая категория, которую Маркс рассматривает в этом капиталистическом способе производства, это товар. И вот я специально захватил с собой капитал. Первые строки после предисловия капитала. То есть, с чего Маркс начинает? Что он берет в качестве начала, как неразвитого результата. Он говорит, первые его строки прямо, он говорит, о товаре. И он подчеркивает, что товар есть прежде всего внешний предмет, вещь, которая благодаря его свойствам удовлетворяет какие-либо человеческие потребности. То есть, исходной предпосылкой к изучению капиталистического способа производства и к его критике для Маркса является товар. А дальше он использует этот метод Гегеля, это движение от абстрактного к конкретному. Рассматривает всегда все переходы, надо сказать, у Маркса между теми категориями, между развитием вот этого зародыша капиталистического производства товаром. Они все подвержены аристотелевской логике. И здесь как бы вот это движение, вот этот метод Гегелевский, метод диалектический полностью использует Маркс в своем исследовании. Ну и вот, что получается? Получается, что вот в таком движении, поскольку это движение подвержено и согласуется с диалектическим методом, получается, что изучение капитала, собственно говоря, затруднено достаточно, если мы этим методом не владеем. А если мы этот метод отрицаем диалектически, отрицаем и стоим на позиции формальной логики, ну, например, на законе исключенного третьего, то вообще говоря, книгу «Капитал» даже читать, если человек из науки стоит на позиции формальной логики, он читает с научной точки зрения книгу «Капитал» и следит за этим движением, то продраться дальше 50-й страницы достаточно сложно. И вот здесь очень интересно, что я пропустил при первом прочтении капитала, но заметил при втором, когда Маркс рассматривает, как возникает капитал и как происходит его самодвижение, вот он пишет в точности такие сроки. Я напоминаю, что капитал – это научный труд, то есть здесь, если мы здесь найдем какие-то научные ошибки, то надо признать, что капитал нужно отложить в сторону и как научный труд его более не применять. Вот Маркс пишет такие сроки. «Итак, капитал не может возникнуть из обращения и также не может возникнуть вне обращения. Он должен возникнуть в обращении и в то же время не в обращении». Ну вот таким образом, просто здесь Маркс прямо отрицает этот закон, исключенного третьего. То есть, если мы стоим на позиции аристотельской логики, то дальше вот этого места как бы нам читать не с руки. Поскольку получается, что Маркс здесь отбрасывает этот закон, он стоит на позиции диалектической логики, он использует диалектический метод, видит в каждом предмете, которое он изучает, противоречия. И поэтому он может после этого двигаться вперед и вообще понять, углубиться в сущность капиталистического производства и вытащить оттуда, как образуется прибавочная стоимость. Без диалектики, без понимания диалектического метода сделать это невозможно. Ну и, соответственно, понять, как происходит, то есть, прочитать-то можно и увидеть, что потом, откуда возникает эта прибавочная стоимость и в какие категории она дальше развивается при капиталистическом способе производства. Но понять это, вот получается, что без диалектики нельзя. И это полностью согласуется с тем, что, мы потом об этом еще будем говорить, утверждает нам Владимир Ильич. Он говорит, что нельзя вполне понять капитал Маркса, особенно его первой главы, не изучив и не поняв всей логики Гегеля. Следовательно, никто из коммунистов не понял Маркса полвека спустя. Вот я сейчас достаточно подробно доказал, что это действительно так и без диалектической логики разбираться в капитале не получается. Дальше еще о методе Маркс делает такое высказывание. Он говорит, мой диалектический метод по своей основе не только отличен от Гегельского, он является его противоположностью. То есть, он здесь подчеркивает, что здесь есть непрочное отличие. Он отбросил Гегелевский метод, забыл про него, диалектику выбросил и рядом что-то рассматривает другое. Он говорит о прямой противоположности. Ну а что значит прямая противоположность? Гегелевский метод по своей форме, как он появляется в науке логики, имеет идеалистический такой окрас. И все, если посмотреть все комментарии Гегеля в науке логики, они про Бога, еще что-то. То есть, они никакого отношения к материи не имеют. Это идеалистические вещи. Но Маркс берет тот же самый метод с его материалистическим, материалистическим его истолковый. И вот он дальше говорит, что для Гегеля процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть Демиург, творец, созидатель действительного, которое составляет лишь его внешнее проявление. У меня же, наоборот, идеально есть ничто иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней. То есть, он прямо говорит, что вот то движение, которое мы видим в логических категориях и переходах между ними, это отражение материального, которое отразилось у нас в голове, как у высшей формы материи. Так, ну и дальше. Собственно говоря, а что получается? Вот Маркс так разочек, ну или там в молодости, побыл младо-гегельянцем, почитал науку логики и потом вот этот метод везде применяет, как будто бы. Казалось бы, можно так это трактовать, он забыл о нем, ну и где-то как-то выцепляет его куски. В действительности, оказывается, что это совсем не так. Это можно видеть из переписки между Марксом и Энгельсом. Эту переписку мы здесь на одном из занятий подробно, очень подробно рассматривали. Но вот я бы хотел все-таки подчеркнуть одно из писем Маркса Энгельсу, в котором он пишет. Для метода обработки материала большую услугу оказало мне то, что я по чистой случайности вновь перелистал логику Гегеля. Если бы когда-нибудь снова нашлось время для таких работ, я с большим удовольствием изложил бы на двух или трех печатных листах, доступные здравому человеческому рассудку в форме, то рационально, что есть в методе, который Гегель открыл, но в то же время и мистифицировал. Ну вот здесь мы из этих строк, во-первых, можно понять, что Маркс по чистой случайности перелистал логику Гегеля. Я вот хочу задать вопрос товарищем левом сегодняшнем, часто ли наши товарищи по чистой случайности перелистывают логику Гегеля. Но мы знаем, что Маркс как-то почему-то по каким-то причинам перелистывал эту логику. Наверное, для того, чтобы все-таки этот метод, который в науке-логике изложен, он для понимания достаточно сложен. Надо сказать, что это не очень простая вещь. Ну и поэтому он требует такого штудирования глубокого, возвращения все время к этому методу и так далее. Вот что мы можем сказать о Марксе. Дальше давайте перейдем к Энгельсу. Что Энгельс думал по поводу науки-логики, по поводу диалектического метода и по поводу этих вещей. Во-первых, Энгельс нам указывает на то, как изучать нужно диалектику и по каким книгам это нужно делать. Энгельс вот прямо говорит, что в науке-логике Гегеля имеется единственная компедия диалектики. То есть, что такое компензия? Это кратчайший путь, прямая дорога. То есть, никаких других компензий в диалектике на момент написания этих строчек Энгельса не появилось. Да, я читал вот когда про Маркса, о том, что он готов на двух или трех печатных листах изложить то рациональное, что есть в методе, который открыл Гегель. Но мы знаем, что в работах Маркса этого изложения мы найти не сможем. То есть, надо сказать, что вряд ли это была такая мелочь и такая ненужная вещь, что Маркса просто до этого руки не дошли. Скорее всего, мы должны предположить, что Маркс не смог вот так коротко изложить тот метод, который имеется в науке-логике. Ну и, естественно, на двух или трех печатных листах его достаточно сложно изложить. И даже если мы из науки-логики, из объективной и субъективной логики выкинем все рассуждения Гегеля о Боге, о его таких рассуждениях идеалистических, то все равно мы получим достаточно объемное по содержанию произведение, которое описывает движение логических категорий. Вот, если мы идем дальше к Энгельсу, то мы видим, что он говорит, что действительно наука-логики – это единственный компендией диалектики. Теперь, Энгельс пишет Марксу тоже. Вот что он пишет по поводу диалектики. Я глубоко погружен в учение сущности. Вернувшись в Джерси, я нашел здесь речи Тиндалия и Гексли в Белфасте, в которых снова обнаруживаются. Неумение этих людей разобраться в вещи в себе и отчаянная жажда спасительной философии. Это после всяческих помех в течение первой недели снова дало мне повод заняться диалектикой. То есть мы видим, что, во-первых, Гегель занимается диалектикой, и вот он глубоко грызет и глубоко погружен в учение о сущности. Это раз. А во-вторых, возвращаясь к диалектике и говоря о том, что что-то ему дало повод, он достаточно позитивно на это смотрит и говорит, что какие-то события дали ему снова повод заняться диалектикой, и он ей занимается. То есть мы можем отметить, что и Маркс, и Энгельс на протяжении всей своей жизни этой диалектикой занимались. И, собственно говоря, если мы говорим о диалектическом применении у Энгельса метода Гегеля, метода диалектического, то мы можем обратиться к положению исторического материализма и к его основному положению, которое появляется в работе о происхождении частной собственности семьи и капитала у Энгельса. И, значит, что такое исторический материализм? Исторический материализм – это диалектический материализм, примененный к истории. То есть Энгельс берет диалектический метод и столковывает его материалистически и применяет к истории. И у него получается вот такое основное положение исторического материализма, которое, собственно говоря, без диалектики тоже достаточно сложно понять, и многие о части этого положения забывают. Вот так он пишет в этой работе. Согласно материалистическому пониманию, определяющим моментом в истории является в конечном счете производство и воспроизводство непосредственной жизни. Но само оно опять-таки бывает двоякого рода. Вот опять эта двойственность тут и возникает. С одной стороны, производство средств существования, предметов питания, одежды, жилища, необходимых для этого орудий. А с другой стороны, производство самого человека, продолжение рода. То есть вот это воспроизводство непосредственной жизни в историческом материализме Энгельс понимает как такое двоякое производство. И надо сказать, что зачастую происходит забывание о том, что это об этой двойственности. То есть речь идет не только о производстве предметов питания, средств существования и так далее, орудий производства, но и производства самого человека. Вот к этому выводу без диалектики, во-первых, о нем легко забыть, а во-вторых, и прийти без диалектики достаточно сложно. Ну вот, если мы от Маркса и Энгельса перейдем к Владимиру Ильичу, то мы увидим, что Владимир Ильич, во-первых, штудирует науку Луэки Гегеля. В 2014 году появляются на свет его философские тетради, то есть в разгар, когда в общественной жизни происходят такие события, в которых не разобраться без диалектики, он просто садится и начинает штудировать науку Луэки. В 2014 году идет Первая мировая война, клубок противоречий империализма закручивается до такой степени, что разобраться в этих противоречиях достаточно сложно, и Ленин начинает штудировать науку Луэки для того, чтобы в политике и в дальнейшем в политике не делать крупных ошибок. Можно констатировать, что без диалектики крупные ошибки неизбежны. Ну и далее, когда Владимир Ильич дает некоторые... Во-первых, надо сказать, что последний из руководителей вождей рабочего класса, Владимир Ильич, который нам оставил в наследие какие-то отпечатки того, что он диалектико-систематически занимался. Это первое. Второе. Когда он говорит о том, что дает характеристики членам партии, членам Полетбюро, он говорит, в частности, о Бухарине. И говорит, что тот не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Ибо в нем есть нечто схоластическое. Он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики. То есть, вот, говоря о теоретике партии, видном таком теоретике партии, Владимир Ильич подчеркивает, что этот видный теоретик никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. Дальше. Следующий возврат к науке логики, к диалектике происходит в работах Владимира Ильича, такой можно проследить это, в 1922 году. Казалось бы, уже гражданская война близка к своему окончанию. Надо бы тут все бросить, бросить эти ковыряния философии и начать восстанавливать промышленность, заниматься, собственно говоря, промышленностью. А тем не менее, Ленин особо отмечает, что в журнале «Под знаменем марксизма» в работе о значении воинствующего материализма, Ленин говорит, что без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей, восстановления буржуазного миросозерцания. Чтобы выдержать эту борьбу и провести ее до конца с полным успехом, естественно, не должен быть современным материалистом, то есть он подчеркивает, что нужно быть материалистами, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, то есть должен быть диалектическим материалистом. И для достижения этой цели он говорит, что необходимо организовать систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения, то есть той диалектики, которую Маркс практически применял и в своем капитале, и в своих исторических и политических работах. Во-первых, нужно опираться на то, как применял Маркс материалистически помню эту диалектику Гегеля, это во-первых, а во-вторых, он говорит, что мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон, печатать в журнале отрывки из главных сочинений Гегеля и столковывать их материалистически, комментируя образцами применения диалектики у Маркса, а также теми образцами диалектики в области отношений экономических, политических, каковых образцов новейшая история, особенно современная империалистическая война и революция, дают необыкновенно много. То есть Владимир Ильич прямо говорит о том, что нужно изучать сочинения Гегеля и истолковывать их материалистически. Ну вот мы видим, если обозреть вот это наследие трех великих теоретиков марксизма, мы видим, как они относились к диалектике Гегеля, что они изучали ее сами, они рекомендовали штудировать эту научную глыбу, можно сказать, и завещали, собственно говоря, тем, кто в дальнейшем будет бороться за дело рабочего класса, за победу революции, эту работу штудировать всячески и изучать. Ну вот так оказалось, что работа науки-логики систематически не штудировалась уже в Советском Союзе. В какое-то время, скажем, вот если говорить об Иосифе Сталине, то тут он не оставляет свидетельств того, что он изучал диалектику, но при этом, безусловно, Сталин был великим практиком и практической деятельности. Он был, безусловно, вождем рабочего класса, но если мы рассматриваем его теоретические работы, скажем, мы можем говорить о блестящей работе марксизма «Национальный вопрос», который, собственно говоря, дает наиболее развернутое понимание вопроса о нациях в марксизме. Ну а если мы будем говорить об его экономических работах, то в них, к сожалению, возникают ошибки, связанные в том числе с отсутствием изучения диалектического метода и связанные с тем, что вот это движение, которое наблюдается в капитале, видимо, оно представлялось таким разорванным, которое можно остановить и разорвать. Это не объективное самодвижение, а нечто иное. Скажем, когда Иосиф Истреонович рассуждает в учебнике по экономике и рассуждает о вопросе о том, что же является ли товарным производством производства при социализме, он относит средства производства к товару, а продукты потребления, он говорит, что это товары. Ну и в принципе, если изучать капитал, понимая диалектику и понимая то, что Маркс не придумывал эти переходы случайно, он брал товар как вещь и из него выводил капитал, из него получался капитализм фактически, то мы понимаем, что если при социализме мы имеем какие-то товары, как вещи, да, пускай это будут товары потребления, то в своем развитии, в своем самодвижении они неминуемо приводят к развитию капитализма. Ну вот, собственно говоря, это то, что и произошло, за это положение уцепились в экономике, произошли изменения в экономической деятельности Советского Союза, связанные с Косыгинскими реформами, также произошло отрицание главного в марксизме, а если мы откидываем главное в марксизме, диктатуру пролетариата, если мы выкинули, значит, соответственно, мы уже не используем диалектический метод, потому что, используя диалектический метод, просто выкинуть диктатуру пролетариата из марксизма, ну никак нельзя. Соответственно, без диалектического метода невозможно понять движение, связанное с прихождением Советского Союза, с его разрушением, для того, чтобы понять вот этот период между контрреволюцией политической, которая случилась при отказе от диктатуры пролетариата, и моментом, когда капитализм стал наличным бытием в 1991 году, вот этот период, его надо рассматривать как становление, категории становления ниоткуда, кроме как из науки, логики, взять невозможно. Вот. Ну и сегодня, надо сказать, что для того, чтобы вот тут, как бы, многие товарищи, и вообще многие трудящиеся, не понимают, собственно говоря, что им делать, как ответить на вопрос, что им делать. И если у нас, мы не предлагаем некого метода в описании общественных отношений, в описании общества, то или этот метод представляет собой какую-то эклектику, такое смешение классовых идей различных и прочее, то действительно вопрос, там, непонятно, что делать трудящемуся, который хочет изменить свое бытие, действительность. То ли ему, там, бежать на площадь с флагом, то ли ему бороться вместе с буржуазией за какие-то мелкие, ничтожные подачки от буржуазии, то ли ему, собственно говоря, заниматься тем, чтобы отстаивать свои коренные интересы своего класса. Именно коренные интересы того класса, которому он принадлежит. Ну, вот, собственно говоря, завершая эту лекцию, я хочу сказать, что, если мы посмотрим и на сегодняшний день, то диалектика во многом забыта, она не штудируется, она не пропагандируется, как такой, тот метод, который марксист, тот, кто называется марксизмом, необходимо должен изучать и понимать. Сегодня, значит, тут прямо как грибы растут граждане, рассказывающие о том, что только формальная логика должна быть в подходе, ничего другого использовать нельзя, что, мол, диалектика это какой-то фантом и так далее. То есть, надо сказать, что задача изучения диалектики и пропаганды изучения диалектики, ну, на сегодняшний день даже среди марксистов не решена. Вот на этом я свою лекцию. Спасибо. Вот уже вопросы готовы. Пожалуйста. Если понятно, я могу. Так. Первый вопрос. Можно ли овладеть материалистической диалектикой, не читая трудов Гегеля? Я вот здесь, собственно говоря, на этот вопрос я ответ уже дал. Можно не вполне овладеть материалистической диалектикой. То есть, можно... Что такое материалистическая диалектика? И вот мы видим применение материалистической диалектики в капитале Маркса. Понять его вполне нельзя. То есть, товарищи, которые претендуют на то, чтобы... Понять можно. Вполне понять нельзя. Понять можно, да. А вот вполне понять нельзя. Но я думаю, что товарищи, которые претендуют на то, чтобы быть авангардом класса, вести с собой класс, рабочий, они должны все-таки вполне понимать основное произведение Марксильма. Правильно ли я понял, что до 1914 года Владимир Ильич Ленин делал крупные ошибки, так как еще не проштудировал Гегеля? Ну, надо сказать, что Владимир Ильич Ленин до 1914 года ошибки делал. Он их исправлял, правда, но делал. Вот если мы вспомним обсуждение программы партии, то там вот в первом обсуждении с Плехановым Владимир Ильич Ленин вычеркивает прямо диктатуру пролетариата. Да, это была бы крупная ошибка, если бы он ее сам не исправил. Поэтому Владимир Ильич Ленин ошибки делал, но он читал Маркса, он читал Энгельса, изучал их, и в принципе диалектику в каком-то виде усвоил. Но дальше в своем развитии он приходит к тому, что штудировать диалектику необходимо. Ну и я думаю, что нам надо так ответить на этот вопрос. Вот здесь получается, если мы хотим быть... Ведь Владимир Ильич предстает перед нами как историческая фигура в своем движении, в своем развитии до своей, собственно говоря, смерти. И мы видим всю его деятельность в этом историческом движении. И реально мы видим деятельность других товарищей из партии. Но вот мы можем сказать, что если мы хотим быть последовательными Владимира Ильича Ленина, вне зависимости от того, делал крупные он ошибки или не делал, если мы хотим быть верными ленинцами, то нам нужно следовать за этом Владимира Ильича Ленина. Если мы хотим быть верными бухаринцами, то, наверное, нам диалектику нужно не тучать. Инь-Янь. Не говорит ли это, что китайцы стали раньше Гегеля говорить о диалекте? Нет, это не говорит нам о том... Значит, да, здесь нарисован китайский символ для тех, кто комментирует. Инь-Янь не говорит ли это, что китайцы сами раньше Гегеля начали, видимо, говорить о диалектике. Ну, поскольку, поскольку, все-таки диалектика – это категория диалектики применима к чему? Ко всему. Поэтому, вообще говоря, все, кто изучали живую материю, так или иначе о диалектике говорили. Но при этом система диалектическая, система диалектическая как таковая, появляется только у Гегеля в науке-логике. Так, вопрос задаёт Шмелёв Егор Иванович, студент первого курса экономического факультета СВГУ. Изучая учение о сущности науки-логики Гегеля, я остановился на категории развертывания абсолютного, действительное, возможное, случайное, необходимое. И движение субстанции через… Акциденцию. Акциденцию. Эти категории второго тома книги, близящиеся к концу. Я не могу приступить к категориям сферы понятия, не проследив логических переходов на этом моменте. Объясните, пожалуйста. Значит, я могу посоветовать, для того, чтобы разобраться в этих вопросах, чтобы увидеть всё это движение, во-первых, читать науку-логики – это правильно, но эти вопросы специально в Санкт-Петербурге проходят кружок по диалектике Гегеля, где товарищи, включая меня, пытаются вот эти категории выводить одну из другой, обсуждая друг с другом и так далее. Как раз второй том, сейчас мы учение о сущности изучаем, можно прийти, и там вот эти вопросы мы подробнейшим образом разбираем. Я думаю, сейчас зрение на то, чтобы вот это движение… Непонятный вопрос. Я не понял. Новая тема. Какой шаг обдумывания надо сделать первым? Какую из категорий применить? Как подойти к теме? А, имеется в виду, если мы изучаем новую тему, то какой шаг обдумывания нужно сделать? Самым первым. Что нужно сделать? Понять изучаемый предмет. А как его поймать? Если вы только еще ничего не знаете, то вы пока находитесь в категории чистого бытия. Вы ничего не знаете о предмете. Что мне сделать первым? Ну, надо изучать предмет. Фактически смотрите на эксперименты с этим предметом для начала. Понятно, вот скажем, Маркс, он весь не взял, вот он сел и там написал, то есть у себя на листочке, товар, и сейчас будем выводить все из товара. Я думаю, что он специально поехал в Англию, начал изучать статистические данные там, и вот на этом огромном статистическом объеме… И труды. Он же догадался, что нужно начать с товара. А как мне догадаться? Он не догадался. Я утверждаю, что это было не случайно догадаться. Нет, я не… Вот есть предмет как-то. Да, если мы говорим о каком-то конкретном предмете, тогда надо говорить о конкретном предмете. Ну, допустим, вот есть радиоприемник. Я не знаю, хороший он или плохой. С чего мне нужно начать? Значит, я вот думаю, во-первых, да, попробуйте его разобрать. Я думаю, что вопрос о применении диалектики к радиоприемнику не стоит. Если это будет выбор. Да, тогда вот надо говорить о конкретном применении диалектики к тому предмету, который мы хотим изучить. Нельзя механически перенести все эти категории, которые есть в науке-логике у Гегеля, на этот предмет. То есть взять его как бытие, потом взять как ничто, увидеть где-то становление. Вот такое механическое применение категорий не дает результата. И, скажем, мы видим, если мы рассматриваем капитал, и вот пример применения диалектического метода, мы увидим, что триады в капитале везде появляются. Ну, например, мы видим три тома капитала. Но это не значит, что первый том капитала – это бытие, второй том капитала – это сущность, а третий том – понятие. Ну так что же, познание невозможно, что ли? Почему мне начать? Нет, нет, вопрос есть, ответ есть. Я думаю, что, да. Изучать предметы… Сначала нужно, начать сначала. Спасибо. Вопросы закончили. Три выступающих у нас. Я еще не запишался, да? А как? Запишу вас. Герасим Иван Михайлович. Напиши. Порядка исключения. Порядка исключения. Смотрю по поводу изучения предмета. Дегель писал, что наука – это в самом себе круговорот, где начало есть неразвитый результат, а результат – это развитое начало. То есть, вы берете, скажем, если брать геометрию, в начале там точка, прямая – это неопределяемые понятия. Ну, нет определения, что такое точка, что такое прямая в геометрии в начале. Потом, по мере того, как вы начинаете изучать геометрию, аналитическую геометрию, уже там определяется, что вам становится ясно, что точка, скажем, на плоскости – это два часа, грубо говоря, координата, в объеме – три часа и так далее. А то самое с приемником. Да, а диалектика чему нас учит? Что надо брать предмет веселого в противоречиях. То есть, какие противоречия? Вот вы смотрите на приемник. Ага, он маленький. Это хорошо, можно в карман подожить. Но, с другой стороны, раз он маленький, качество звука, скорее всего, не очень. Вот он дешевый. Опять же, это с одной стороны хорошо, а с другой стороны, опять же, качество звука, скорее всего, не очень. Вот первичное. А потом в этот приемник берете, исследуете его, какой звук, какой то, какой все, и познаете. Вот, то есть, это такие общие совершенно вещи. И вот все-таки, опять же, по поводу изучения диалектики. Молодой Ленин, конечно, немножечко там у него есть вещи, которые… Ну, видно, что он немножко не туда шел. Например, вот он там рассуждал в статье к вопросу о рынках, о законе возрастания потребностей, хотя это, в общем-то, не пришейка были хвост, это вопрос. Потом он это забросил. И не зря он начал. Конечно, нельзя ни в коем случае говорить, что до 14-го года Ленин там ничего не соображал. Вообще, всякий человек, занимающийся практической деятельностью, он тяготеет к диалектике, к диалектическому страду ума. Если у китайцев там и у корейцев это ин-янь, то в России там пословица типа «нет худой без добра» и так далее. Народ, который занимается практической деятельностью, крестьяне там, рабочие, что-то делает, они тяготеют к вот этому, потому что они видят все, что все в противовечиях, тут что-то начнешь сильно это делать, переборщишь, будет только плохо и так далее. С другой стороны, интеллигенция, люди, так сказать, выросшие там где-то в каких-то тепличных условиях, или, как сейчас говорят, сидящие в интернете, они тяготеют, да, к метафизике, к формальной такой логике, не понимают многих вещей, но это объясняется их таким вот состоянием интеллигентским, скажем так. А что касается, опять же, диалектики, Ленин нам сказав, две пока именно его высказывания. Первое. Нельзя в парне понять капитал Маркса, не простудировав всей науке Роги Гегеля. И, следовательно, никто из марксистов не понял его из полвека спустя. Это вообще ни в коем случае не значит, что если вы решили почитать Маркса, то надо непременно, пока не простудировали все три тома, нечего за него и браться. Капитал считает необходимое. Надо сказать, что я вот, относительно недавно, в третий раз в жизни первый том прочитал, и, в общем-то, увидел, первый раз в студенческие годы 85-х, второй раз в 90-х годах, третий раз вот сейчас, и увидел, что насколько вообще актуальна эта книга, и насколько ничего не изменилось с тех пор, то, что, говорит, сейчас там какое-то общество, там другое, постиндустриальное, когда уже рабочих нету, тогда говорили то же самое. Тогда говорили, что рабочие больше не нужны, на гигантской фабрике ходят три человека, которые подметают под машинами и следят за их работой. А рабочие больше не нужны. Вот один к одному. И так далее. Второе, что он говорит, это все мы должны стать членами кружка по изучению диалектики. Это он говорит в работе о значении воинствующего материализма. Иначе наш марксизм будет не сражающимся, а сражаемым. Что и произошло на самом деле. И надо сказать, что диалектику, наверное, изучали в советские времена, потому что Гегель издавался. Был, скажем, такой философ Эдвард Эльенков, который считается знатоком гегелевской диалектики 50-х годов. Но никто из вот этих изучающих диалектику не применял ее к явлениям общественной жизни. Как это делали Марк, Ценгис, Ленин. И вот после них, как ни крути, объективно, это сделал Михаил Васильевич Попов, написав свою работу о противовечиях социализма, о праномерном разрешении противовечий социализма как первой фазы коммунизма. К этому тоже он подошел не случайно. У него очень тяжело защищалась диссертация докторская по экономике, потому что товарники ее упорно не пропускали. И там он заинтересовался. А почему такое сопротивление, вроде бы научных спорах, такое прямо сатаневое, упорное сопротивление? Он подумал, может, это где-то глубже лежит в противовечиях социализму уже непосредственно? Может, это антисоциалистические силы? И вот он описал противовечия социализма как первой фазы коммунизма. Ну и, в общем-то, объективно говоря, поставил себя в один ряд с классическим марксизмом. Потому что до него, как ни парадоксально, при всем том, что и Гегель издавался, и партшколы цвели, и институт марксизма-ленинизма, никто этим не занялся. Вот это вот применение диалектики. Ну а если ее не применять? Вот вчера мы рассматривали в Красном университете работу Сталина. Экономические проблемы социализма в СССР. Вот я читал, вот я там так и сказал, что ее читаю, что надо кровавобом запивать и валидогом закусывать. То, что там пишет товарищ Сталин. Некоторые товарищи считают, что товарное производство непременно приведет к социализму. К капитализму. Эти товарищи неправы. Глубоко заблуждаются. Вот так вот прямо хочется. Потом он пишет. Да, конечно, нельзя, хотя совершенно очевидно, что нельзя сразу же перейти от капиталистического способа производства. А, ну понятно. Товарищ Сталин, здесь попрыг на становлении коммунизма. Потому что становление это очень сложный период, который действительно, не обладев гегерской диалептикой, понять очень сложно. Вот была капиталистическая формация, общественно-экономическая, была капиталистический способ производства. Вот есть коммунистический способ производства. А вот как вот из одного другое это вырубится, как оно получится? И вот сейчас, вот в том числе благодаря диалектике, вот ясно, что есть, во-первых, между коммунизмом и капитализмом переходный период, в течение которого, совершенно верно, как товарищ Сталин писал, наблюдаются товарные формы. У нас это был период НЭПа, затянувшийся где-то до начала 30-х годов. Там есть товарные формы, и там действительно не обязательно придет капитализму, если политическая настройка над этим базисом это диктатура пролетариата, то эта настройка в парне может сделать так, что и вырубит это дело на... Хотя там решается вопрос кто кого. И вопрос там этот был очень непростой, если почитать того же Сталина. А потом уже, значит, это дело выровнялось, пошел уже коммунизм. Вот говорят, вот социализм, детсказь, это не коммунизм. И тут совершенно тупой детский лепет, что при коммунизме все будет бесплатно. То есть какие-то такие вот вещи. У нас при социализме уже, у нас же было все в основном, основные траты у нас на что сейчас? На жилье, на медицину, на образование. Тогда это было бесплатно. То же самое по потребностям. То же самое по потребностям. Хлеб мы покупали при социализме. Кто помнит, что разве мы считали копейки, чем буханку хлеба купить? Разве это нас останавливало? Нехватка денег. Разве это нас останавливало, сколько мы съесть можем этого хлеба? Столько и покупали. Картошку, гречу. Много чего мы покупали именно исходя из потребностей, а не исходя из нашего кошелька. И не ограничивало ничем. Это наше потребление не ограничивалось. Так что поэтому это вот в парне первая фаза коммунизма. Вот в ней присущи такие вот вещи. А в первой фазе коммунизма, пардон, там уже товар работать не может. Там уже нет частной собственности на средства производства. Там уже средства производства находятся у государства депутатуры пролетариата, которые через рабочий класс задействуют эти средства производства для всех членов общества. И хотя, так сказать, общенародная собственность это вообще не культурное очень такое, не хорошее словосочетание, но тем не менее, действительно, это вот собственность всех членов общества. И нельзя, чтобы вы пошли в свой магазин и там купили товар, который произведен на вашей фабрике Конечно, это не товар, это некий продукт, произведенный вами или вашими товарищами в общем труде, в котором вы тоже участвуете И который вы взяли себе, отдав некоторое количество не денег, а не представителей денег, а товонов Специальных, которые, значит, вам выданы за ваш труд, потому что пока иначе не сберут никак Но, по крайней мере, где нет разделения собственности, там не может быть никаких покупок и никаких товаров Если это ваше, то вы не покупаете Если это на вашей фабрике произведено и в вашем магазине вам выдается, это нельзя назвать покупкой, это не товар, никак А вот товарищ Сталин вот это вот пишет, про товары народного потребления Иван Михайлович, сколько еще нужно? Все Спасибо Товарищ Дегтярев, Денис Борисович, отдайте, пожалуйста Возьмите даром Уважаемые товарищи, я думаю, что сама постановка вопроса о том, надо ли изучать науку логики Егеля или не надо, она в корне неправильная Потому что мы знаем, что есть три источника и три составные части марксизма Да, если кто забыл, есть соответствующая работа Владимира Ильича Ленина, где эти источники из три составные части упоминаются Да, и вот сегодня речь шла о такой составной части, как марксистская философия, которая представляет из себя диалектический материализм И если говорить о том, опять-таки, вспоминая славу Владимира Ильича Ленина, о том, что привнес Маркс материалистическую философию, которая идет с древнейших времен, будем говорить так Потому что это разделение на материализм и идеализм, оно прослеживается с самого зарождения философии Так вот, Маркс обогатил материалистическую философию тем, что привнес в нее учение о диалектике В диалектике, как по науке, о наиболее полном учении о развитии свободного от односторонности Учение об относительности человеческого знания, которое обусловлено изменением вечно изменяющейся материи Материя изменяется и меняется наше знание о ней И, безусловно, эта диалектика была взята не с потолка, а взята была у Гегеля Диалектический метод Поэтому, если мы хотим овладеть именно методом и этот метод применять То больше его взять, кроме как у Гегеля, негде, по сути дела Ну, аналог, так сказать, по аналогии можно рассуждать следующим образом Вот мы там собираемся обрабатывать металл, мы будем изучать технологию А такую фундаментальную науку, как сопротивление материалов, изучать не будем Было такое движение, помню, я рассказываю, что в начале перестройки студенты выходили с плакатами Далось опромат Ну, вот примерно протесты против науки-логики, которая, конечно, сложна для изучения Особенно для индивидуального изучения Поэтому, как любую философию, лучше изучать в группе Если мы вспомним, как вообще зарождалась философия и как она развивалась То философия это всегда были школы философские Которые объединялись вокруг крупных философов Поэтому и изучать науку логики, как и любое философское учение, лучше в группе Об этом Кирилл Валерьевич сегодня говорит Ну и, наконец, самое главное, что дает нам диалектика Это понимание того, что любая вещь противоречива Любая вещь противоречива И все, что мы не возьмем, не рассмотрим Вопросы с радиопременем, как вы сказали Вопросы о выборах, вопросы о политической партии Мы всегда должны искать в ней противоречия Что является целым, что является моментом И как это противоречие будет разрешаться Противоречие всегда разрешается Разрешается оно, как известно, в основании Вот какой результат будет разрешение этого противоречия Определяется противоборствующими силами Какая сила, в конце концов, возобладает Ну вот, например, партия Родхром У нее есть коммунистическое ядро РКРП И есть такое некоммунистическое, будем говорить, мантия Или окружение некоммунистическое А порой и просто антикоммунистическое Но мы должны понимать, что противоречие состоит Не в том, что две абсолютно противоположные силы противостоят О том, что в каждой из этих противостоящих сторон Внутри есть противоположная сторона И таким образом мы должны понимать, что и в самой внутри, и в самой РКРП есть антикоммунистические тенденции, есть антикоммунистические настроения. Это неизбежно, это есть в любой партии, в любой вещи есть свое противоположное. А вот в этом окружении, которое является некоммунистическим или даже антикоммунистическим, есть коммунистические настроения? Конечно, они есть, потому что когда люди объединяются в профсоюзах, когда они борются уже за общее дело, кому не значит общий, то есть это уже есть и коммунистические тенденции. И вот какая из этих тенденций возобладает, будет определяться в том числе и уровнем теоретической подготовки, и твердостью коммунистических убеждений ядра. Ну и наконец, наука логики развивает в человеке логику, развивает способность к мышлению вообще. Если мы хотим бить наших идейных противников, наших классовых противников, мы должны овладеть вот этим методом и применять его на практике в идеологической и других видах классовой борьбы. Спасибо. Товарищ Захаров, Денис Борисович, будьте добры, микрофон. Держите руки. Да нет, я боюсь. Пристегните к себе, значит. То есть на скале лежит нормально и слышно будет? Да нет, конечно, что я по группе. Все вот эти великие мыслители и действия, Гегель, Макс Ленин и Ленин, делали большую ошибку. И они потом в этом убеждались и говорили. Они вели в нравственный процесс человечества. Гегель, например, надеется, что Наполеон станет властелином мира, и он придет к нему и объяснит, как будем строить справедливое общество. У Наполеона там малость не получилось, и Гегель стал призвать людей смириться с исторической судьбой. Во-первых, Гегель пишет про иронию истории. Люди, хвалившиеся, что... Вот, у меня все есть выписано, если кто не верит, то вот тут лежит. Люди, хвалившиеся, что сделала революцию, в другой день убеждали, что получил совсем то противоположное. Насчет пролетарской диктатуры. Я на завод пришел, мальчишка, можно сказать. Я... Ну, не надо бурщать там. Я эти диктатуры рабочие не выдал. Никакой у них нет цели, чтобы чем-то руководить. Понимаете? У рабочих нет способности и невозможности управлять руководящего. И самое главное, нет желания. Я говорю, все-таки низшего порядка. Попов... Ой, не Попов, а Кадёна Александр Сергеевич, вот, к сожалению, нет. Мне возразил, ну я-то сам вышел из рабочих. Вот именно вышел, а не вошел. Именно благодаря стилизму он смог выйти из рабочих. Покинуть свой класс и научную карьеру сделать. При царе бы ему не удалось бы это сделать. У Казахоркина и все так. Вот произошло как раз. Именно диалектика не позволила вам построить противоречие, противополевое общество. Потом что еще? Вот эти цитаты ленинские, которые вы там пишете, это ранний Ленин. Ленин от этого сам отказался. У меня цитаты другие у Ленина есть. Там у вас, которые вы пишете, Ленин бодрый, уверенный, все. Или диктатура пролетариата, или диктатура буржуазии, кто это не понимает, или идиот, или неграмотно, что-то допускать. Потом лень и пролетариат, и диктатуру, и капитализм. Он четко у меня говорит, строим капитализм. Как их вот, цитаты, государственную капитализму строим. Не опасно ли это звучать? Нет, не опасно, потому что власть оказывает руках у рабочих. Пока. Потом, спасибо, наверное. Нет, еще не все. Два момента. Вот эта цитата Ленина, которая в газетах часто смелькает. Чем больше заберет революция, тем меньше потом отхватит контрреволюция. Это не место, как раз на порог. Правильно так сказать. Чем больше захватит революция, тем больше яростью хлыть назад контрреволюция. Природа опять растащится все по своим местам. Сегодняши олигархи, они более хваткие, более жестокие, чем эти струнявые царские буржуи. А народ более пассивный. Понимаете, какое дело? И вот это, Энгельс, государство не может быть общенародным. Если оно общенародное, то оно не государство. А эти государства, наверное, не в чём. Это тоже неверно. Государство – это людское творение. Рабочим нашим, чтобы где-то не только жилый джилет, которому что-то ждет, парикмахер, врач, что-то такое. Чтобы товарищи между собой жили в мире и с согласием, нужна структура, организация, верховный жандарм. И государство будет всегда. А если тебе государство не нравится, то убегаешь, становишься разбойником, своё государство. Вот так появилось казачество. Понимаете? И вот давайте почитаем когда-нибудь. Мне дадите слово, выступи. Не так на тычке. Позднего ленья буду читать. Позднего. Мы говорим, я лечу, что у нас для того, чтобы делать крупных ошибок. А вот лень же. Ой, сколько мы глупостей на пароль. Уж кто-кто. А я этому главный свидетель. И дальше он смех в зале. А я смех, знаете, чем большой крови среди крестьян. Вот все эти махновцы, там, петлюровцы, дутовцы, семёновцы. Эти крестьянин, по которым прошлась разверстка. Это один коммунизм был военный, ленинский коммунизм. А потом был Сталинский коммунизм. Для Попов придел, что я был еще Сталинский. После. Я же коллективизация. Тоже большой крови среди крестьян. Оба этих коммунизм написан шоу. Расскаж на скалерах. Спасибо. Все время, Юрий. Будьте добры, микрофон. Наспойный господин. Микрофон, да? Микрофон. Да. Я не буду тратить время, чтобы комментировать фантазии предыдущего, предыдущего. Переду сразу дел. Дайте выступать. Диалектика, конечно, наука важная, изучать ее надо, но вас послушать, так вы ее раздуваете до гигантских размеров. Кто не знает диалектики, тот вообще не понимает ничего. Ни в жизни, ни в марксизме. Хотя, если послушать вас, у вас очень много противоречий. Значит, например, по Сталину или по Ленину. Вот вы можете критиковать и тех, и других, поправлять их, потому что мы сейчас повладели недостаточным количеством. Нет, я про вас уже закончил. Все, про вас я молчу. Я вот уже. Нет, вот так говорю. Например, вы проводили занятия о сталинской экономике. Вы говорили, как правильно, какие критерии были заложены, как мы двигались к коммунизму. То есть, Сталин практически делал и двигался в правильном направлении, но теоретически он это не понимал, не соображал и объяснить не мог. То есть, он делал то, не знаю что то, но делал при этом правильно. Как-то странно у вас, да? Вот вы подумайте над этим, может быть, вы ошибаетесь, может быть, у вас движение, так сказать, остановилось на каком-то отрицании, но вы пойдете дальше в своем развитии и все-таки преодолеете свой нынешний уровень и поймете, что, может быть, Иосиф Виссарионович и не ошибался в этой работе. Может быть, это звучит, чтобы понять противоположность. Ну вот вы читаете третью книгу, простудируете ее несколько раз и поймете, что, наверное, все-таки не ошибался. Что касается Родфронта и Звенья, во-первых, это не партия, а блок. Конечно, там есть и в партии РКРП есть коммунистические элементы, есть и те, которые, так сказать, не являются коммунистическими, как и в любой партии. Идет борьба, и в партии Ленина было, и в вашей группе профессоров тоже есть коммунистические элементы, а есть и буржуазные, и у вас тоже идет борьба. И в окружении, конечно, господствует, в обществе вообще господствующая идеология буржуазная. И, конечно, те, кто идет на выборы даже в Родфронте, все равно они подвергаются воздействия и не зная марксизма как науки, не понимая, они шарахаются в силу разных обстоятельствах. И исключать нельзя. Но здесь другое. Вы говорите, что для того, чтобы двигаться в правильном направлении, нужно ядро, которое стоит на научных позициях, знает и диалектику, и прочее, и прочее. Так вы, вот вы, то ядро, могли бы быть в Родфронте. Почему же вы тогда выходите из фронта? Я хочу сказать, вместо того, чтобы усиливать эту коммунистическую тенденцию во фронте, вы взяли и дезертировали фронт. Так не делается, опять у вас противоречие. Все время вы говорите одно, а делайте совсем немножко другое. Спасибо. Ну, мне послушайте. Я постараюсь. Коротко. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить Кирилла Валерьевича очень доходчиво, ясно и просто объяснимо. Это говорит о высоком уровне нашего лектора. Поспориваю по трём моментам с тремя выступающими. Во-первых, с самим лектором. В самом конце у вас такая проскончила мысль, что сейчас нас в стране не изучают диалетику. Ну, мы же диалетики, мы должны понимать, у нас какое общество? Классовое. Кто сейчас у власти? Класс буржуазии. Государство какое у нас? Буржуазное. Они не должны изучать. Они должны всячески её туда задвинуть. Поскольку диалетика Гегеля, это смерть для буржуазии. А другой класс, рабочий класс, диалектика это основа вообще деятельности рабочего класса. Есть представители рабочего класса, есть представители интеллигенции, которые эту диалетику как раз изучают. Я приведу два примера. Вот, в советское время диалектика Гегельская была официально, так сказать, признана. Даже издавались. Кстати, при капитализме тоже издают науку логики Гегеля. Но не изучали. Например, в конце 70-х, начале 80-х годов на экономическом факультете Ленинградского государства университета был кружок. Нельзя сказать подпольный, такой вечерний, всего-навсего. Сейчас тоже есть кружок диалектики. Но с использованием, сказать, средств интернета, телевидения, это, говорит, небо и земля. В любом уголке страны можно, сказать, диалектику изучать, даже за ее пределами. Второе, поспорил бы с высказыванием Ивана Михайловича, что вот молодой Ленин якобы не туда шел. Не буду долго спорить, Иван Михайлович. Туда шел, такого не говори. Сказали. Поэтому я и записал. Ашинки были. Вот. Хорошо, что вы признаете. И вы подтверждаете, что даже Ленин, даже молодой, шел туда, куда нужно, несмотря на то, что были один и шли. Слава Богу. Ну и, конечно, по вопросу оценки работы и в целом деятельности Сталина и оценки его работы, о которой говорили вы в своем выступлении и Степан Сергеевич. Так вот, понять те теоретические выводы, большие, маленькие, принципиальные, Сталина в работе экономические проблемы социализма в СССР можно только вполне понять, изучая науку логики Гегеля. Потому что, с одной стороны, он говорит, совершенно правильно, фундаментально, так сказать, марсистские мысли, что средства производства не являются товарами. Но, с другой стороны, вот он сказал, что предметы потребления являются товарами. Правильно. Вот. Выступление, скажем, товарища Маленцова, вот видом, либо так, либо и так. А на самом-то деле, надо подходить, диалектически, что вот та ошибка, что предметы потребления являются товарами, за нее зацепились серии взеонейские силы. Ее возвели в абсолют и дальше, скажем так, провели экономическую реформу 65-го года и мы получили то, что имеем. Хотя другие силы, вот теоретически обосновали, уже развили маркетинскую теорию и то положение Сталина, которое он отстаивал в отношении к средствам производства. Так, у меня все. Заключительное слово. Дорогие товарищи, я в своем заключительном слове хотел бы, да, выразить такое, ну, в некотором смысле как-то покаяться, что ли. Вот мы сколько призываем, на моей памяти, уже 4 подряд, все призываем изучать диалектию, рассказываем, как диалектика важна и необходима. И все равно, вот я, честно сказать, не вижу, чтобы ее кто-то систематически изучал, вот кроме кружка Гегеля. И этого очень мало, на самом деле. Несмотря на то, что предыдущий выступающий сказал, что он ведет изучение в интернете вроде как. Да, мы делаем эту работу, но в целом я хочу сказать, что да, наверное, мы плохо агитируем за диалектику. Ленин агитировал, Маркс агитировал, Энгельс агитировал. Ну, то у них тоже не получалось и в окружении у Ленина. Значит, диалектику мало кто изучал, а то и не изучал вовсе. И вот и мы, как и Ленин, собственно говоря, не можем сагитировать наших товарищей эту диалектику изучать. Вот, я надеюсь, что мы будем стараться делать это лучше. И, наконец, даже те товарищи, которые числят себя в идеологии, вожди рабочего класса, все-таки пойдут по стопам Владимира Ильича Ленина, а не по стопам других участников большевистской партии. Спасибо. Спасибо, Илья Владимирович. Тема следующего занятия у нас сохранение отечественного производства. Кандидат экономических наук Гавшин Борис Николаевич. Так что встречается следующий четверг. Спасибо. Продолжение следует...